Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 апреля. Память преподобной Анфусы. Святую Анфусу, отец ее, долго побуждал выйти замуж, но она не согласилась на это. И когда после смерти его стала свободной, то все имущество свое раздала бедным, а также церквам и монастырям. Она была матерью для множества сирот и защитницей вдов. Благочестивая императрица Ирина не раз усиленно просила ее жить вместе с ней и участвовать в управлении империей, но она решительно от этого отказалась. Во время своего пребывания во дворце она снаружи носила богатые одежды царской дочери, а под ними власеницу. Употребляла скудную пищу и пила одну только воду, причем в глазах ей всегда были слезы, а в устах царковное песнопение. Власеница — это нижняя одежда, спетенная из конского волоса и носимая подвижниками на голом теле, приняв потом пострижение в аммонийской обители от руки святого Тараси, она стала инокий. И с тех пор ни сама не выходила из обители, ни другой кому-либо из сестер не дозволяла этого. Не пропуская ни одного церковного богослужения, лишая себя отдыха, она не теряла бодрости в молитве и не ослабевала в молитвенных бдениях, причем слезы сокрушения всегда кекли из глаз ее. Смирение ее было выше всякой меры, так как она служила всем сестрам, убирала церковь, носила воду, во время трапезы никогда не садилась за стол и прислужила другим. Проверься таким образом всю свою жизнь, преподобная с великим богатством добродетели отошла ко Господу, имея от роду 52 года. Преподобная Анфуста скончалась 12 апреля 1811 года. Богу нашему славу! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова